Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого и я продолжаю на уровне сложности божество за Египет страдать. Другого даже слова не подберу в Сидмерс Цивилизейшн 6, потому что я очень плохо стартовал, очень плохо стартовал, очень плохо начал. Кстати, если вы не видели начало, то лучше перейдите к первой серии, ссылка в описании должна быть и в прикрепленном комментарии к этому видео. И там же ссылка на рейтинг цивилизаций тоже по Циве. Очень плохо стартовал из-за того, что постоянно с вами говорю о войне в Украине, о том, как Россия убивает украинцев и не устану об этом говорить. Но тем не менее, я спросил в прошлой серии, стоит ли мне мириться с Испанией. Не в том плане, что прекращать войну, потому что я ее взять вообще не могу, Испания. И вот на данный момент просто она не берется из-за стен и силы юнитов. То есть мне надо отступать и апаться в арбалеты. Арбалет у меня только следующим ходом. А в том плане, что вот я могу замириться на 10 ходов, например, и через 10 ходов напасть. То есть немножко восстановиться. И как минимум у меня уйдет усталость от войн. Как ни странно, большинство написали мириться. Но вы знаете, я не буду, потому что это реально легче. Это реально легче. Поэтому я считаю, что надо продолжить в этом же... Ну так же продолжить. Так, вот как мне только спасти... Никак, да? Ну ладно, тогда тут надо апнуть. Но вот это жалко, скорее всего, минус... Так, о, против городских атак. Вот это, кстати, круто. Так. Ну, отступаю, чтобы вылечиться. Это все понятно. Я думаю, что нам надо аншан... Еще мне пишут, Толедо надо было удалить, понимаете? Да, Толедо постоянно отваливается. Я с этим согласен, это проблема. Но дело в том, что Толедо влияет на этот и на этот город. Тогда, как в тот момент, когда у нас есть Толедо, не отваливаются эти города. Соглашусь, возможно, что лучше свой поставить. Ну, блин, опять же... Толедо уже, кстати, не считается оккупированным, потому что он уже был независимым, я его забрал обратно. То есть Толедо, считайте, это мой город во многом. То есть он просто уже есть мой. Так, смысл держать Толедо или ставить свой? Есть смысл в том, что, когда вы захватываете Толедо, у него половина только лояльности, когда вы ставите свой, у него полностью лояльность. Но скорость упадения лояльности будет точно такая же. Минус 18. А так вы еще потратите ходы на постройку поселенца и производство на постройку поселенца. Дальше, давайте думать, куда нам идти. Нам точно надо бы селитру открыть. Для этого нужно акведук построить. Акведук у нас есть. Железа у нас нету, поэтому ученичество бессмысленное. Но вообще нам в порох в любом случае через ученичество придется проходить. Есть еще вариант в пикинеров. Это тоже 45 силы, как и латники. Правда, видите, тут есть пикинеры у испанца. Хорошо, а в пикинеры нам через что надо? Через математику и военную... Ну, математика. Это чисто математика и военная тактика, да? Три спецрайона. У нас пока есть раз район. А, кстати, я сейчас ускорю следующим ходом. Так, вообще есть смысл. Давайте с машиностроения в математику пока пойду. Есть смысл. К сожалению, я... Уничтожить врага при помощи копейщика. Конечно, надо копейщика еще построить. Возможно, я что-нибудь уничтожу при помощи копейщика. И надо в сторону Аншана еще смотреть. Ашан из России не ушел, поэтому будем бомбить Аншан. Я, кстати, под арбалет немножко подставился. Ну, да ладно. Так, какой у нас вообще шанс? Не, ну этот будет ваншотать, мне кажется. Или пообстреливать еще Лакаруни. Он вышел из Лакаруни. У Лакаруни тем более нету стен. Блин! Вот сила 45 у этого, да? Вообще 60. 60 будет против 35. Это что-то занадто. Да, но он через реку атакует. Блин. Это сложное решение на самом деле. Еще караван хочется разграбить. Он, вот этот, вот эту коляску точно надо убирать, потому что он не через реку убьет ее. Я вот прям 100% вижу. А вот эту коляску не факт. Плюс у нас тут прокачка есть. Так, а почему я ее не могу взять? Нарисован плюсик, как будто, ну и тем более опыт набран. А почему нету... А, понял. Так, какое повышение против наземных? Дальнобойные мощи против наземных. Ну, смотрите, 38 на 65. Это всадник. Ну, это 38 на 65. Наверное, еще, правда, плюс 5, что я через реку бегу. 38 на 65, а тут будет 60 на 25. Ну, короче, вот этого не должен убить. Прям 100%. А вот этим надо отходить. Давайте я вот как-то вот так отойду. И вот так постреляю. Ну, не должен, вроде, он этого убивать. Ну, не должен. Блин, правда, он тут стены строит. Если он сейчас достроит стены, обстреляет, убьет меня. На самом деле, блин. Тут становлюсь, чтобы в арбалета апнуться и сразу идти. Свинцы я не хочу делать. Ладно, как я уничтожил тут колесницу моря. Ну, тут она была раненая. Толедо, недостаточное довольство. Это все понятно. Плюс я еще, если замеряюсь с испанцем, то у меня вот это все несчастье уходит. Тоже легко становится. Поэтому работаем пока. Работаем с тем, что есть. Следующим ходом все в Толедо будем апать. Так, что нам здесь сделать? Два заряда, да? Вот это, возможно, место для кампуса. Со счастьем я уже... Так, давайте я поищу на всякий случай редкий ресурс. Ну, по-моему, я все редкие... О, апельсинка. А, апельсинка у меня уже есть. Оливки надо идти обрабатывать. Оливки обработаны, нет. Значит, все, что редко, уже обработано. Угу. Значит, надо производство. Давайте, наверное... Вот этот лесок. Лесопилочку там поставим. Так, амбар. Ну, тоже центр коммерции надо ставить. Причем вот здесь, видимо... Подождите, в Ракедете я здесь буду. Центр коммерции. Ладно, кампус. На плюс один, да? Ну что, акведук, значит, надо, блин. Ну, акведук надо лес сначала вырубить. Так что, строители 9 ходов. Ладно, наверное, купим строителя. Мне деньги нужны на апварбалеты. Ну, 130. Ладно, нормально. Тут один ход отложим. Я тут вырублю лесок. Акведук надо ставить. Все, заканчиваем ход. Ну что, как думаете, убьют, не убьют? Вот тут, а он просто внутрь зашел. Ну, блин, ну, зато тут убил я. Блин, и там он все-таки... Ты же зашел внутрь, все, остановился. Что ты начал убивать меня? Да, минус 2 коляски. Причем тут было на 2 прокачанных. Да. В оборонительных зданий. Ну, я пока не буду. Давайте смотреть, сколько ап стоит. Тут 95, а тут 120. О, так, слушайте, колесницы дешевле в апгрейде. Кайф. Акведук мне надо было для ускорения военной инженерии. Отлично. Ну да, идем в военную тактику. Мне бы копейщика, конечно. Так. Никакие тут начальные юниты не увеличивают, да? Ну, увеличивает лояльность только Амания. Две единицы лояльности, заход в пределах... Блин, может взять Амания, реально посадить... В какую-нибудь Иуну. И оттуда влиять. То есть прокачать дальше еще Амани. Чужие города. А, блин, чужие города теряют 2 единицы лояльности. Ну и смысл. Что, вообще нету на лояльность? Ну я понимаю, что сами по себе лояльность они повышают на 10. Ну, чтобы еще вокруг на кого-нибудь влияло. Хреново. Блин. Пингалу, что ли, брать тогда в Рокидет? Вот такие маленькие города все. Ладно, пингалу возьму. Вообще, конечно, это все так себе. Продолжение следует... Так, валим. У меня, конечно, надо сюда остановиться. Потому что тут по дороге они ударят меня, а здесь он не сможет. Ну, единственное, конечно, арбалет сможет, но он не убьет. Ну, вот и закончились деньги. Блин, как спасти? Тут, по-моему, арбалет. Ну, если я стану на болото, точно убивает. Просто точнись сима. Мне кажется, и тут Вальядолит убьет. К сожалению, третьего уровня. Третьего уровня. Обороноспособность и оборонительные здания. Наверное, не буду. Кавалей, вот это надо убирать. Вот это, наверное, две штуки вот этих можно убирать. Ну, мне там предлагают ставить карточку. Вот эти две единицы лояльности за ход в городок. Послушайте, две единицы, ну, там, это ничего не дает. 18. Ну, будет 16 минус. Это все равно так же быстро будет все падать. Поэтому это бессмысленная штука. Поставим вот это антикавалерийских юнитов 50%. Плюс два влияния, строительство, поселенцы. Мне что-то на счастье надо. А нифига нету. То есть, если бы счастье было за гарнизоны, вот это я бы поставил. Как бы дальнобойные такие. Даже не знаю, ну... Ладно, от мародерства пока оставлю. Вдруг что-нибудь пограбить получится. Пока так. Но тут явно... Ммм... Приобрести миссионера. А нафига мне миссионер? У меня нету моей религии. А, вот тут у нас есть... Кстати, а что у меня за религия? Конфуцианство. Все чудеса света, четыре веры и собор можно строить. Такатья испанская религия. Прикиньте, он сейчас возьмет крестовый поход. Это смешно будет. И Толеда падает. Лояльность. Ну и еще напоминаю, что благодаря российской агрессии YouTube всю монетизацию отключил в России. Ну, все-таки убил валидоид. И пока еще точно не понятно, но у меня где-то от 60 до 70% всего дохода будет срезано за этот месяц, как минимум. И я поэтому каждую серию об этом напоминаю. Так, мои войска просто идут мимо, конечно же. И мне по этому поводу М. Буряк написал комментарий. Я считаю, что Леша немного неправильно доносит мысль о донатах. Это не клянчить деньги, а заплатить за товар-услугу. Все просто. Меньше денег, меньше выход серии. Ну, так и есть. Я почему клянчить? Потому что мне это не нравится, само действование. Мне всегда казалось, что я делаю какую-то работу, выкладываю на YouTube, и в зависимости от того, нравится вам это или нет, у меня там больше спонсоров, больше просмотров и так далее. Тут, получается, надо действовать вот так. И я это ощущаю, как клянчение на самом деле. Понимаешь, М. Буряк? Но ты правильно написал, да. Меньше денег, реже выход серии. Так и есть. Вот я и прошу зрителей, которых не коснулась война, присылать мне какую-то денежку, чтобы я продолжал в том же объеме делать видео. Например, Клавикус Корпс мне прислал в PayPal с комментарием от «Жевжикос.ua Монета для контента». Вы Жевжику заплатите чеканной монетой. О-о-о! Так. Спасибо большое, Клавикус. Хочу максимально как-то спасти. Плюс денежков нету на апп пока. Мне бы, конечно, что-то пограбить, чтобы аппать дальше мои юниты. Ну, это ж не холм, да? Это равнина. То есть, вот этого обстрелил как будто отсюда он. Блин, так вот этот меч не тут мне мешается, вы бы знали. И вот так. Так. Тут надо отходить, к сожалению. Ай, блин, как ты тут стоишь тупо. Не, конникам все-таки больно туда скакать. Плюс он тут будет... Ладно, я тут постою, пускай он обстреливает этим арбалетом коника. Блин, все, Йоханнесбург падает. И у меня, значит, будет сейчас отваливаться Иуну очень сильно. Подожди, я что, лесопилки не открыл? А, точно в строительстве. Ничего себе. Ладно, пошли кукурузу. Так, Виктора пока в Иуну назначим. Блин, вот Йоханнесбург, потому что он забирает, это очень плохо. И я не мог, понимаете, его забрать, потому что Йоханнесбург точно отваливаться будет. Вот прям сто процентов. Блин, какой, конечно, старт отвратительный. Просто... Ох, как все плохо. О! Подожди, греческое войско. Да, объявляет войну мне Александр. Да как вы там убиваете меня? Кого он убил? Арбалетчика. Я не понимаю... Я не очень понимаю, как он входит. Почему у него дополнительное перемещение есть? У него что? У него полководец, блин. Аааа, господи! У него еще и полководец. У него полководец. Да. Поэтому... Блин. Ну, это тут Александр меня не очень расстраивает. А вот что делать? Он еще и полководцем. Я просто... Я охренея, конечно, с испанца. Как у него все почему-то получается. Блин, мне надо как-то... Этого арбалета спасать. А я не знаю вообще как. Бля. Просто все прокаченные юниты сейчас минус будут. Александр вообще с кем-нибудь еще воюет? Нет, конечно. Так, мне точно нужен копейщик. Блин, надо попробовать им кого-то убить, чтобы военную тактику ускорить. Поехали. блин а с испанцем никто не хочет повоевать еще все у всех хорошие с ним отношения не понимаю я не знаю как мне спасти лошадь ничего не так жалко но вот этот арбалет жалко к сожалению никак не могу не то леда захватить эти посмотрим 1 2 3 да не должно хватать и отойти никак не могу она может так поменяться они не сможет атаковать блин что-то через жопу-то и знал ну короче генерал позволяет на три клетки перемещаться то есть видите работа заходит и обстреливает сразу меня как вот этот мечник тут мешается просто просто мешается может из иону отправить давайте из иону отправлю так ну мне не кажется нету смысла союзить их а хотя давайте знаете что сюда встану если бы не стояла здесь катапульта я бы наверно мог вот сюда встать и отсюда обстрелять дубалом по идее он этим ходом не берет потому что ему нечем брать слушайте юханесбург пока держится может реально давайте за союзем куда мне еще есть возможность отправить в ереван в аншан давайте в юханесбург у его еще и выкинула блин а вот это кстати блин а вот это кстати хреново он походу значит таким образом берет сейчас юханесбург среди его выкинула он обстрел нафига он отошел а там силы не хватало силы взять да я уже наигрался в пятерку в пятерке бы этот дубалом брал городом метеоритный дождь сюда наверно австралийца соберет наконец то так зона контроля или против не давайте зону контроля попробуем сюда встану потому что может арбалет сюда подойти меня обстреливать так что у нас здесь гитаяры понеслись ну не хватает убить и нахера как ехать и этот екатеринбург хотел сказать юханесбург делает катапульты постоянно вообще не понимаю в чем прикол так наверное так встану здесь здесь скачем сюда тут надо отступать я не знаю как металле до удерживать так тут у меня рабочие к не будут грабить а потом починю это все ну давайте сделаем за ним гражданских юнитов блин может кстати ваншан отправить тут дорога есть сейчас какая-то определенная дорога сделается копейщики но я бы так 10 5 ходов надо арбалетчиков строить к сожалению ну карточку меня на них стоит умерить их так убивают а не могу акведук доделать спасибо блин давайте стены тут могу это собрать так храм махабодхи что нам что мы можем вообще сделать еще тут рынки доделываются да пока ничего я пнуть я не могу ничего у меня еще и ну 95 стоит ап очень хорошо все забежал еще такой тупой ход но я сейчас как раз его убью копейщиком то что я и хотел вы посягаетесь но это типа что я юханесбург засоюзил так не надо вот этого дуболома как-то завалить чтобы он юханесбург бург не мог взять если я снова начинал моих исследований я бы следить за предложение Плата и начать с математикой есть военную тактику ускорили пять ходов до пикинеров кайф так александр теряет армию но почему-то увеличивается армия у испании блин неужто возьмут юханесбург не на не должно хватить вот этой силы не должно так в итоге они минут ничего даже не сломали до мне бы еще апельсины обработать чтобы можно было здесь вот здесь производство поставить так когда там у нас толеда надо опять виктора видимо толеда хоть на один ход отсрочим ну просто надо чтобы вылечились юниты здесь так ну тут нету смысла обрабатывать пойдем на камень здесь ой что-то я гитайра вообще не увидел ну сейчас наверное вообще 559 александр гитайра разграбил караван да да ладно все таки захватил его слушайте он его уничтожил может мне все таки тут город поставить тогда все равно будет конечно лояльность но так меня япония перри переконверчивает а что в буддизме храмы и святилища культуры стопе сука и веры ну вообще может это и к лучшему давайте посмотрим на поселенца да от каши минус 20 минус 20 минус 20 во все пока не представляю как мне отсюда выкарабкиваться я повторю я не буду заключать мир с александром и испанцем Как бы в этом сложность По-моему Камера Камера зависла Сейчас, ребят Заработала моя рожа Ну, кроме того Присылать через Paypal Я просил людей на более высокий уровень Спонсорства переходить, ну или просто Становиться спонсорами там, где это Возможно Например, Юрий Сорокин Перешел на уровень спонсорства Меценат Спасибо ему большое за поддержку Так, давайте тут Камешек все-таки обрабатывать Сюда лечиться Везде стены испанец построил Ну, невозможно Мне теперь испанить Мне надо как-то в развитии играть Надо сидеть в обороне Но я просто не могу У меня проблема с Толедо Вы поймите, у меня Толедо отваливается И, соответственно Соответственно, я просто не могу Отваливается Толедо, отваливаются эти все города Не знаю, зачем вы мне пишете Пускай отвалится, поставишь свой город Или, типа, уничтожь его, поставишь свой город Меня эти не выдержат тогда В чем дело? Вот в чем дело Мне караван разграбили О, идет Трибушет Янша мне объявил войну Что, заберем рабочего? Раз у меня войну Правда, тогда минус коляска будет Наконец-то я с этим, котя Мечником разберусь Задолбал 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 Фуя У меня, мне кажется, вера не нужна Сваливаем пока потихоньку Пускай Толедо испанец обстреливает Я его потом у него Экспроприирую Да не, не должен мне он коляску убить Мне кажется Хотя Хотя всякое может быть Так, Виктора опять в Иуну У меня 4 города Господи, я всего играю четырьмя городами Блин, ну серьезно, ну где вот тут города ставить? Что вот на это озеро? Тут же вообще, ну ради крабов только Мне нужны города Мрак, ладно, заканчиваю ход Блин, что делать? Вот, говорите отстать от Толедо опять Да, но я не могу от него отстать Этот город нужен, я не могу другой город Хотя Подождите Ну да, я не могу никакой другой Фак, убили все-таки Он, блин, взял какую-то арбалет, а ну Они не задолбали, они честно играют все Некуда тут сунуть город Раз, два, три Да, это Реально Раз, да Реально Толедо единственное место Раз, два, три Сюда Так это столько же клеток от столицы, что и Толедо Типа от Мадрида Такая же Такое же влияние Такая же В первую очередь надо, конечно же, требушет мочить Потому что он мне сейчас будет стену убирать Зачем мне такое Счастье Так Давайте-ка выуну акведук все-таки доделаем сначала Что у нас тут с узками? Мне водяная мельница нужна еще Я после военной тактики пойду в военную инженерию Вот так И водяная мельница Наверное, в ракедете надо Тем более, что тут есть Вообще в асуане Тут аж Три этих штуки Да, давайте в асуане Водяную мельницу Шесть ходов Долго, но Что поделать? Так Что этим рабочим Делать Пойдем, наверное, к этим как раз фермам Потому что мельница действует на фермы А не просто на ресурсы Рынок Так, давайте здесь торговцев сделаем Ну, мне надо между городами пускать Денег Деньги я вообще не знаю, откуда мне взять Аншан Постоянно воюет со мной Куча послов была отправлена в Йоханнесбург Который уничтожен Нихрена себе Даже настолько раненый трибушет Посмотрите, как снес стены Ну, как мы договорились Никакого мира То есть, если есть война То я воюю до конца Никаких мирных договоров Я ни с какими Цивилизациями не заключаю Так, тут будет ваншот, если что Поэтому отходим Так, тут будет ваншот Так, нам походу нужен таран, аншан с силой 33 возможно взять. Блин, может военный лагерь сюда поставить, блин, как тяжело-то, правительственную площадь, ну у меня нету денег на выкуп клеток, блин, а торговца, ну я между своими, мне надо вообще будет карточку поставить, есть карточка на плюс 2 золота от всех торговых путей, с другой стороны у меня еще даже ни одного нету. Так, а куда я тут через феодализм иду? В наемнике. 6 ферм, у меня вообще с фермами вроде неплохо, 1 ферма, 2, 3, 3, ну в принципе 4, да, 5, и тут 6, может рабочего тогда? Строителя и, ну феодализм пока отложить. Да, ну вообще жопа, 15-13 по сравнению с тем, что у них. Я главное не вижу, блин, может все-таки посила делать, а может все-таки таран делать, ладно, таран. Ну, в моем случае осадную башню, конечно же, потом можно и катапульту еще, кстати. Феодализм тем не менее мы пока откладываем. В общем, и тут бежит рабочий на ферму. Тогда может этого лучше на эту ферму. Блин, уже мало денег капает. Плюс 6, ищем. Это содержание арбалетов выше стало, понимаете. Ой, латники прутся. Еще минус ггшка. Сюда. Продолжение следует... Продолжение следует... Не хватает хода... Потому что они будут больно бить по Рокидету... Да... Вот это реально, да, интересно? Всего лишь достаточно вначале хреново сыграть... Ну, тут, конечно, и старт очень... То есть, постоянно пишут, что вот всегда у тебя старт, как не посмотри, ты всегда стартуешь очень у тебя все... Шикарные места, тут точно не шикарные места... Так, отличненько... Так, в Испании, да? Вот еще есть время... Испания уже где-то армию еще взяла... Сколько можно? Так, ну я бы... Сделал еще... Рамболет... То есть, и катапульту, и после этого пикинеров бы сделал... Нам на самом деле тут только два пикинера надо... Понимаешь, что можно было бы... Где тут этого апнуть, но денег нет... Так, а давайте мы что-то... Так, напоминаю, по челленджу я должен всех осуждать... Поэтому продолжаю... Так, а что я тут... Выключил вебку... Надо всех осудить... Но я сейчас попытаюсь кому-нибудь продать... Лошадей... С такими денюжками... Вот японцу, например, нужны... Нужны лошади? Нет, у него есть... Чихнул... У тебя здорово... Дайте глянем, у кого... Лошадей нету вообще... Четыре, пять, шесть, семь... Четыре, пять, шесть, семь... У кого-то двоих нету лошадей... Во... Ну, может, какая-то вход что-нибудь... Серьезно, вообще не хочет... Вот ты жопа... Может, тогда у него... А, железо она не продаст, в принципе... Так, у кого-то еще нету лошадей... Чуть нельзя передвинуть... У... У Кореи... У Кореи или у Японии? По-моему... У... Кореи... Да, железо вообще не продают... Ну, вот, смотрите... 25 лошадей, например... О! Так, а вот это круто... А вот это круто... Так, сколько тут стоит? 120... Ну, хай вылечится... То есть, за 120, может быть... Главное, деньги не потратить никуда... Так... Ну, арп мне не убьет... Так... Ну, арп мне не убьет... Скаута... Так... Тут древние стены готовы... Ну, что... Центр коммерции... Ну, блин... Придется... А, почему тут плюс 3? А, за соседство еще тут поклядок... Блин, ну я бы, конечно, все-таки тут хотел ставить... Здесь... Ладно, давайте... Давайте торговца... Нам нужны торговцы... Как ни крути... Еще идет... Три бушет... Блин, а там же можно ответить, чтобы он никогда больше не просил, да? Так, ну тут буддизм... Вроде синтаизм... Убирает? Стивили че... Это... Три бушет... Они... Убирает... Чтога... С 씨. Кстати... Расслабь, часть... Ставь... Три бушет... Ставь... Ставь, часть... Ставь... в никею на 10 монет только через испанца правда в мехико она мне все надо пока тут дорогу сделать честно говоря немножко странная для меня системами как оказалось в пятой циве лучше это реализовано что вот юнит стоит на холме а мы снизу и тут еще между нами холмы то что этот юнит эти юниты видит я понимаю но почему эти юниты видят этот юнит мне кажется странным но это мое мнение конечно как хотите так а может мы его мочканем мы его мочканем мне можно было кэш арбалетом быть ну ладно я арбалет сюда вытяну чтобы с этим трибушетом разбираться хитонера трибушетом сейчас меня обстреляет но это не страшно так это будет пятая фирма тут эти очень круто водяная мельница заработает васуане ух так амбар в мемфисе может на кампус уже начинать размышлять плюс 2 вы стороны кампус тут где-то нужен с третьей стороны тут еще и правительственную площадь но пока тут прибавятся эти клетки конечно может может все таки но надо строителя надо строителя там мы решим что что где будем еще строить пофигу ему блин рыцари уже англия купила воинов у махенджи даро и у нас темный век возрождения я надеюсь хотя бы у испанца так изоляционизм наверное все таки возьму не буду строить поселенца не знаю каждый торговый путь новый открытый контент очень вряд ли в новой евангелисты тем более давать наверное реформа денежного обращения так меня что меня интересует первых вот тут не будет ли 6 ферм случайно нет нибудь не будет к сожалению тут мы в первую очередь занимаемся требушетом так сколько у нас еще ходов можно толеда теребонькать надо расследующим ходом а стоп я хотел копейщик она тут наверно все таки долго чем пикинера 12 до тут 5 шевраки дети ну аншан очень хочется забрать так апнем нет мне нужны деньги для по копейщика 120 или тупо идти в наемников принят феодализм один ход пошли в наемников я штука денег сэкономлю через два хода минус так меняем что-нибудь подержание юнитов доходы от мародерства все-таки изоляционизм надо поставить или последний героизм это последний героизм надо ставить плюс 5 к боевым ну конечно надо было в начале хода это делать как всегда ну чё караваны ну кстати вот эта карточка уже на пикинеров не работает на самом деле поэтому я думаю давайте кабарно способности города поставлю все-таки пока производства ставлю смотрим да так и знал слушайте выстоял я доказал что этот рыцарь пойдет на лучника но лучник выстоял молодец конгресс конгресс начался охоть ушла боевая мощь господи так давайте к боевой мощи буддизма проголосуем и ушла боевая мощь к рукопашным юнитам наконец-то и не дают уникальный бонус давайте научный не буду сильно вкладываться я не думаю что тут что-то пройдет что мне ну вообще по городам казарства вообще пофигу плюс сто процентов религиозный плюс здесь будем еще буддизм отлично а вот анти кавалерийский так сначала давайте посмотрим не могу ли я тут какой-нибудь город обстреливать так мы строительство открыли и военную инженерию сразу будем видеть что селитра у нас хотя бы будет так тут куча жрачки от водяной мельницы давайте глянем ну нормально должны сейчас рыцаря завалить на самом деле до минус рыцарь так тут уровень тут выпираемся и а пм то леды надо захватывать успел на двух жителей вырасти наконец-то бедный то леда опять упал так и туда пересаживаем виктора так а вот этот конечно требушет очень неприятно приехал с еще раки дэд снизит стеночку так сколько будет на столе до держаться по идее три хода ну хотя бы один караван из него мне надо вот вот тут вот дорогу на этих холмах сделать или не надо или осуаном занять осуаном будем заниматься так водяная мельница есть центр коммерции есть кампус такое к виду кто точно не нужен пока так я думаю что надо все таки поставить вот это плюс 50 кантик валерийских и ближнего боя так и тогда пикинеры арбалетчики 8 ходов ну тут во первых три до стало было пять стало три ну мне кажется надо пикинера делать все равно представляю как мне но мне надо какие-то города брать так ладно пока раки дэд стоит защита в раки дэйте имею ввиду гамбра сандок какую-то награду получила но это пофигу так минус надеюсь требушет стоим защите начинаем перебрасывать арбалеты к аншану тут мы лучником добьем так и тут наверно вот этот хотя бы перекинь я думаю мне тут двух арбалетов хватит или нет на холмах расположить так это я рабочего чтобы здесь вырубить лес и кампус поставить правительственную площадь хрен знает когда 660 год нашей эры у меня все жопа просто просто сплошная жопа нескончаемая о 10 железа наконец-то так а вот это интересное предложение ц страну нее оливки вообще есть если сделать более ты что только что сама мне предложила вот такое странно 5 золота вход не 5 золота вход как-то много блин какой еще вариант есть но мне 10 железа надо может просто золото может просто золото за 15 я просто не будет тогда денег за что апнуться но вход тоже плохо ладно давайте так за 21 за 21 она да согласно за 22 то блин подожди сейчас же было вроде а блин 10 железа очень надо что мы апнем ну могу в рыцарей наверное а нет в рыцарей ну хотя бы вот этого в мечника можно да подожди а нет давайте мы латников откроем тогда давайте латников откроем сначала вот я в латников тогда смогу апнуться так будем так блин я рано подошел а вот вот есть с этим ходом толеда отвалится да но мы стоим мимфис строить так этот откладываем на кампус тут у нас пикинеры пикинеры ну все все так смотрим его волнует насколько больно убил коняшку все-таки рыцарем еще мы тебя отомстим сейчас не какое железо ты чё блин а у него него а это он подожди это он коляску так ну с одного быстрого раздвух наверно звук так во первых осуждаем византию там у него так надо сделать что ты хочешь денег ну надо принимать потому что нет вообще со счастьем такие проблемасы хватает ладно так опять это перенят валилась блин он убьет катапульту еще давайте я вот так стану по-моему мне хватит возможность я не могу сейчас обстрелить потому что мне надо ее поставить положение определенное кстати ну давайте сначала по обстрелим давайте сначала несколько арбалетов подведу все-таки туда потом уже попробую копейщиком ну потому что осадная башня позволяет атаковать город игнорируя стены и атакуя непосредственно город арбалеты например не смогут так сделать так стоим следующего хода ждем у нас караваны бегают из асуана и из мемфиса да да может из ракедета вот из и у но я не хочу давайте из ракедета отправлю караван куда-нибудь виктора пока в и у но так тут пикинеры сделаны ну наверное все таки время военного лагеря или монумента вот не монумента амбара эти амбар жилье получу хоть какое-то так здесь здесь арбалетчики пикинеры давайте арбалетчика ну там гитая ранее слабенькая получник убьют это уровень всадников ну в принципе можно без права прохода но больше денег нет нельзя а совместная война ну ладно давай права прохода так права прохода мне лошади точно пока не нужны так кстати англию надо осудить и корею надо осудить так нормально нормально так пока мне нечего по сейчас подумаю конечно не хватает а тут холм нет тут равнина почему даже нету возможно ну ладно так нет пока стоим причем даже не буду наверное не буду апать просто стою в защите все еще этим так чисто по прокачивать коников странно оказалось тут все равно должна быть иконка обстрела просто она будет неактивна ваншот ночь покачать пока еще у лучника мушкетеры идут так но я после амбара наверное починю городские укрепления а может в нью-кассов отправить даже в перд давайте в перд отправим к мы не воюем так британию осудить корею осудить так два кампуса сейчас будет кстати один кампус у меня есть я пока никуда не отправляю послов культура от международных торговых путей скидка на улучшение а ну два хода ученичество хорошо что я буду открывать дальше я открываю исторических меня как раз в исторических хрониках я должен выйти в ученичество апнуть дуболома в в платника я для этого и держу но там денег явно много надо для этого поэтому мне нужна карточка но пока нету смысла ставить ее ко мне нужна карточка вот на пикинеров и арбалетчиков может вы конечно нашествие этих апостолов буддийских да я так и знаю что будет по катапульте лупить но мне надо катапульта и мы принесем в жертву мне надо ею лупануть по аншану один раз она нормально так бьет будет минус катапульта так таки нюры не должны убить поэтому я про такую конечно лучники мало что могут сделать против мушкетера что поделать обстреливать надо мушкетера Сколько Толедо уже переходил из рук в руки? Сколько переходил? Минус 16. Вообще не представляю, как мне там лояльно. Ну, там есть великие люди, конечно, на это дело. Но у меня так все плохо с развитием. Потому что ни о каких великих людях можно даже не заикаться. Так, я так до сих пор и не от... Наконец, открыл лесопилки. Значит, пошли лесопилки делать. Опять же, никуда не отправляем. Смотрим. Ну, что, подходит? Я хоть стены починю. Я не думаю, что сейчас берется... О, давайте... Нет, железо мы точно не продаем. А вот... Кофе... Он даже еще золото готов за это платить. Отлично. Ну, я буду больше нравиться, чем синтоизм. Мне тут конфуцианство. Как я говорил, убил. Так, теперь апаемся сначала. Кавалерия или юнитов ближнего боя. Это, наверное, против кавалерии. Там дальше... Поддержка идет. Блин, ну, должны вроде аншан взять. Так, подходим потихоньку. Потому что в следующем ходе я смогу в латника апнуть. Жду следующего хода, когда я поставлю карточку на снижение апа. Ну, должен... Я надеюсь, он разграбит мне ферму. Догадается, что полечиться надо. Но, в принципе, сейчас ракедет не берется. Тем более, что апну в латнике это еще повысит силу. Блин. Как бы мне центр коммерции построить? Ну, кле... А, давайте монумент. Быстрее клетки присоединялись. Александр вообще без затей, конечно. Атакует, прямо скажем. 1250 силы у Византии. Просто нахрена. Он бы сейчас, конечно, испанца мог снести на раз-два. Ну, я бы тут остался пока арбалетами. Толедо. Опять отбивать. Так, в Мемфисе... Ну, наверное, библиотеку. Хоть какую-то науку, чтобы получить. Ну, просто, ну, совсем. Ну, 64, 142. Ну, короче, средняя сейчас по больнице где-то 65 науки. Да, вот эти 142, 100, 131 это больше, чем средняя. У меня 22. Просто такая грусть, печаль. Посмотрим, как... Ух ты, он вот так пошел, да? Черт. Давайте, как не приемлюсь. То есть я ни с кем... Если я с кем-то воюю, мы такой челлендж договариваемся. Я ни с кем мир не заключаю. Даже если я то, что я с Испанией сам объявил войну. Александр, ну, Александр мне объявил войну. Я Испанией, ну, я ни с тем, ни с другим не мирюсь. Так, давайте сначала тут постреляем. Этот арбалет я буду спасать. Тут я даже проатакую. Он уже не может городом стоять. Следующим ходом Аншан падает. Так. Новый... Новый Губер. Ну, нового Губера, наверное... Это он, хотя бы не разграбил мне нифига. Ну, Рейну в Иуну. Ну, Рейну в Иуну. Интересно, Аншан будет отвалить? Ну, не должен Аншан отвалить. Лас Пальмас, три жителя всего. Не должен, не должен. Так, что мы тут сделаем? Блин, чем мне сопротивляться в Ракедете? Военный лагерь строить. Надо лучников сейчас немножко подвинуть. Мне просто интересно, убьет ли мне здесь... Вообще убьет меня тут коня, если я его оставлю. Поэтому надо двигать куда-то. Блин, чувак, ты мне не все в буддизм обратил. Будь добр, займись. Так. Значит, тут ставим на скидку в золоте. Хочется кампус, но, блин, производство тоже надо. Так, и теперь этого парня за 60 монет повышает силу всех городов. Ну, на всякий случай постою. Но, по-видимому, кажется, тут уже не нужны будут эти юниты. Я заберу так, Аншан. Так, Толеда сейчас отвалится в очередной раз. Что ж в Ракедете строить? Слушайте, а... Я сейчас открою... Мне бы, конечно, в замке выйти... Вообще, будет зависеть от селитры. Вдруг селитра есть. Пойдем в порох. Я построю военный лагерь в Ракедете таки. Блин, а вот что здесь строить? Так, может, и строить военный лагерь вот здесь? Что я выделываю? Конечно, хотелось бы здесь, чтобы вот эту территорию держать. Тем более, тут все-таки холм. Но мне тут не дадут обработать. Никогда в жизни. Поэтому и нет смысла откладывать. Так, в Ассуане. Промышленная зона на плюс один. Тут Акведук тут... Ну, кампус тут негде. Ладно, давайте амбар пока. Чтоб города росли. На самом деле, вот эта проблема, что у меня города не росли. Соответственно, отсюда у меня проблемы с лояльностью. И все с отваливанием. Вот это вот все. Ох, куда дальше? Средневековые ярмарки, наверное, пока. Даже не разграбил мне. Караван просто. Они туда встали и все. Так, а что я не апнул? А, ну я стрелял ими. Надо апать. Да. Аншан. Блин, ну почему буря-то? Так, давайте селитру смотреть. Охрен, нету селитры. Вообще никаких стратегических ресов нет. Кайф. Так, а что-то мне немножко не хватает силы. Я уже думал. Еее, ну наконец-то я хоть что-то забрал. Минус 5,6. Так, ну вот тут Аншан, если сажать у него Виктора, он вообще не отваливается. Зашибись. Ну, что? В этой славной... Плюс я еще неплохой кампус получил на плюс 4. Подожди, а где? А что тут плюс 4 тут? С центром города, что ли? Тут же 3. Почему я плюс 4 соседние... А, тут гора... Подожди, я не помню. А, фу ты, 4 горы. Чего я туплю? 4 горы. Так, надеюсь, ты мне не будешь сейчас тут ломать кампуса, Испанец, дорогой. Слушайте, а Византия никак в войну с Испанией не можно втянуть? Да, не можно. Не можно. Так, несколько слов по поводу ваших комментариев. Вот, например, Вячеслав Репин пишет. А как нам ко всему этому относиться? Это я к тому, что я постоянно про войну говорю в видео. Плохие русские приходят к тебе на канал, уйти от реальности. Плохие, плохие. Кстати, дайте денег. Может, хватит лицемерить? Кстати, русские, не давайте мне денег. Все, кто поддерживает эту войну, мне денег не давайте. Мне ваши деньги не нужны. Сохраните себе на прокладке на всякий случай. Все, кто эту войну поддерживает, я бы не хотел для вас ничего делать. Я, к сожалению, никак не могу это контролировать, но для вас у меня ничего нет. Ты говоришь, пусть русские хоть в комментах пишут слова поддержки. Начинают писать, им говорят, вы лжете. Никто мне не писал. Неправда. Вот это такое вранье. Господи, такие несчастные россияне пишут слова поддержки украинцам, и им говорят, вы лжете. Вы поддерживаете режим. Что за бред? Все, кто у меня нормально, все россияне, которые эту фигню не поддерживают, все ненормально. Вот, Вячеслав, тебе так себя жалко, наверное, до слез ты там сидишь, плачешь. У тебя хоть какое-то отношение к украинцам может наконец нормальное стать? Вот с Бучи появились информации о том, что там происходило. Ну, у вас там, конечно, это все запад и украинские националисты провокации делают. Ну, да ладно, вот вместо, вот если бы ты вот эту энергию, потому как, так, опять зависло, нет. Вот эту энергию, потому как оправдаться от того, что происходит, потратил бы просто на обычное выражение нежности, что ли, к людям, которые сейчас умирают, было бы намного лучше. Но вы тратите эту энергию на то, чтобы за чем-то ходить и в чем-то меня, меня уличать в лицемерии. То есть, вот для вас это лицемерие. Вы, может, в словаре слово лицемерие посмотрите, что означает. Дальше Леша говорит, вы говно, дайте денег. Нет, ребята, к тем, кому я обращаюсь, что вы говно, от вас мне ничего не надо. Я не хочу, чтобы вы не смотрели мои видео, не писали мне комментарии. Я не знаю, что мне еще сделать, чтобы вы ушли с моего канала. Я не знаю, это какой-то... Конечно, отписываются там, типа, вот за месяц минус три тысячи подписчиков, то что-то на просмотр это никак не влияет. Все смотрят и смотрят видео. Вы как-то, не знаю, определитесь уже. Может, вам нравится, когда вас говном называют. Все нормальные люди, а их большинство, несмотря на вашу офигительную социологию, соцопросы, которые ваше правительство показывает, нормальных россиян намного больше. И я, собственно, для них делаю. И еще раз повторяю, я в первую очередь хочу поддерживать украинцев в том, что у них сейчас в стране происходит. Это моя внутренняя потребность. В первую очередь, это нужно мне самому. Я не могу, я не знаю, как вот люди делают видео, как они выпускают на своих каналах видео, как будто ничего не происходит. Но это их дело, это их совесть. Я не бегаю по другим каналам, как видите, и не требую их, давайте говорите о войне. А вы от меня почему-то требуете заткнуться. Вы не охренели вообще? Просто трындец. У меня нету... Я поражен вообще самим фактом этой войны и поражен таким большим количеством людей, которые просто сгнили внутри. Я не знаю, как это еще описать. Я просто говорю, не убивайте людей, а мне говорят, заткнись. Это вот в двух словах просто, как это выглядит. Можно уже как бы закончить? Вы можете прекратить мне затыкать рот? Вообще прекратить мне не давать поддерживать людей, которые находятся в ситуации, когда их убить могут? Как это еще до вас донести? Но не понимают. Люди не понимают. Я понимаю тех, кто молчит, потому что им страшно. Ну так они и молчат. Они не бегают ко мне по комментариям и не требуют, чтобы я заткнулся и ничего не говорил. Я все понимаю. Я понимаю, что вам и страшно, что вы ничего не можете сделать, но требовать от меня, чтобы я ничего не делал и молчал и давал вам убежать от реальности. От этой реальности невозможно убежать. Вы не можете ее игнорировать. Она влияет на вашу жизнь, на мою, на жизнь канала, на котором вы смотрите видео. Как вы себе представляете, чтобы я просто молча перестал делать видео, ничего не сообщая, чтобы вас не расстроить? Как вы живете? Так вы так вот и в своей стране живете, понимаете, ничего сделать не можете. Поздравляю вас. А украинцы вот что-то делают, их за это убивают. Так что я повторюсь, как мне тут М. Буряк сказал, что, ребята, я прошу деньги за товар, услугу. Меньше денег, реже выход серий. Будет вот так, к сожалению, потому что мне другими способами придется зарабатывать деньги. Ну, в Калифорнии, слава богу, это возможно. То есть я точно не в такой хреновой ситуации, как украинцы и россияне. Ну и белорусов там скоро накроют, что уж тут говорить. Поэтому я просто вас информирую о происходящем, чтобы это как-то честно было. И благодарен вот тем, кто мне все-таки что-то переводит. Еще раз напоминаю, в описании видео все реквизиты для перевода денег, чтобы серии выходили чаще. Ну и украинцы, держитесь. С вами весь мир, здравый смысл, слава Украине, играйте в умные игры, всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok